Всем привет дорогие друзья! С вами я Антон Чейз и недавно я прогуливался по просторам интернета, а я порой бываю в интернете и даже довольно таки часто. Ну во-первых на дворе 21 век, а во-вторых я задрот, что уж там скрывать. И я набрел на некий тест от газеты Коммерсант, который скажет мне, стоит ли мне смотреть чемпионат мира по футболу в Бразилии этим летом. И знаете ли меня, меня он очень-очень заинтересовал, то есть давайте-ка попробуем это сделать, точнее я попытаюсь на эти вопросы поотвечать и узнаю стоит ли мне это сделать. То есть если не стоит, то я нахуй выкину телевизор и отрежу себе интернет, то есть чтобы не было никаких возможностей смотреть чемпионат мира по футболу. Начинаем. Так, подбирайте форму для указанных национальных команд, ну само собой в России пиздатая, невзъебенная красная форма под буквой В. Да, у Нидерланд оранжевая, они так и называются апельсинчики, ну это в моей фантазии. Аргентина это, вот она, потому что Месси в этой форме везде щеголяет. И Мексика само собой по остаточному признаку, принципу, вот они, да, Мексика. Ага. Как называется самый известный стадион в Бразилии? Ну само собой это Маракана, потому что вот например я не знаю кто такой Лула да Силва или что такое Рио Гранде. Это, я не знаю, Маракана это все-таки легенда стадионов между прочим. Так, дальше. Подберите-ка для каждой стороны болельщиков-то для России пьяные быдлоны. Ладно, это все-таки не все фанаты нашей сборной плохие. А вот есть плохие, которые выбегают на полинг в матче Зенита Динамо. Начинают там избивать всех подряд. Это вот реально тупое быдло. Но не об этом сегодня. Ладно, Италия это Торсида. Нет, это Тифози. Тифози, о чем я говорю. Бразилия Торсида. Так, Испания само собой получается Инчес. Вроде так, вроде я прав. Вроде, вроде. Да. А болельщики это... Как? Болельщики сборной Германии получаются Шляхтенбумлерн. Я, честно говоря, это первый раз такое слышу, но... Пусть будет Шляхтенбумлер. Даже Бумлерн. Ладно. Какая национальная команда никогда не играла в финале чемпионера по футболу? Ну, Швеция играла точно, Франция точно играла. Португалия. Португалия, Португалия. По-моему, Португалия, как раз таки, не играла в финалах. Да, по-моему, не играла. Да, по-моему, и Себе они были, по-моему, в полуфинале, но в финале они не захаживали. Да, это был 66-й год, поэтому хуй им, а не финал. Так, логотипы подбирать. Это довольно-таки уже сложно. Ну, второй, само собой, это Корея. Это буква Би. Так, это итальянский чемпионат. То есть, это А. И остается ровно два. Ну, мне кажется, Г это Аргентина, потому что цвета похожи. Да, Г, Аргентина. Аргентина выходила в одну четвертую в 2006 году, поэтому, наверное, Украина. Седьмой. Так, что это такое? Ну, это само собой, это финал чемпионата мира по футболу. А, тут даже они разные, разные матчи-то. Господи, боже мой, их несколько. Это уже будет сложно, ладно. А, это само собой 1-1. Это финал. Так, это, по-моему, тот самый матч Аргентина. Да. Когда, да, Марадона сбивает рукой. Это 2-1. Блин, что такое? Что такое это? Какой куб? Уйди. Уйди, куб. Да. Это 2-1. Б... Да, Б-2-1. Так, остается у нас что еще? Это что за матч, я не знаю. Так, это, по-моему, не Франция. Блядь, нет, не Франция. Или что это такое? По-моему, это Бразилия-Швеция. Год 58-й, по-моему. То есть, если это так, то это 5-2. Это 5-2. То есть, ответ Г, 5-2. Да, то есть, остается 4-2 к этому варианту. Что это был за матч вообще интересно? А, все, я понял, я понял. Тут тот самый финал, когда выиграла Англия. Это 66-й год, финал Чемпионата мира. Тот самый засчитанный гол. Да. Тофиком Бахрамовым. Так, где мяч? Ну, это... Ну, что, что, я дилетант, что я? Само собой тот самый момент с Суаресом. Конечно, знаю. Третий. Есть ли прозвук шуга удара от ворот вратаря? Первое же касание, опять мяч в собственные ворота. Потому что, ну, автогол, само собой, засчитает гол. Лишь однажды, за всю историю Чемпионата мира, сейчас, с которым был 5-0, ой, 0-3. А, я знаю, это португалик НДР. Да, я помню, это 66-й год, тот самый. Да. Да, 66-й год, когда Пиле был травмирован и не смог помочь своей команде. А, там, Фиерил Эйсебио и потрясающие корейцы. Что ж, я надеюсь, что я все-таки имею право смотреть Чемпионат мира футбола после таких результатов моих. Смотрим. И, я жду. 8 из 10? А где я был неправ-то? Где я неправ-то оказался-то? Ну, почему? Почему Хорватия? А, ну, это я, к сожалению, забыл, да. То есть, да, подвела меня, подвела меня. Так, и где я еще оказался неправ? Ну, а я... Странно, странно. Я, видите, просто, ну, тупанул, просто видел много, или я не так вопрос, что ли, понял. Вот вратарь, первое касание, вот, парайп-меч, что-то не ворота угловой будет назначить? Честно говоря, такого не слышал, то есть... Просто видел много таких вот, таких фейловых, фейловых видео, когда вратарь там вводит мяч от ворот, и в итоге попадает сам себе в ворота, и там все радуются, мол, гол, 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 но оказалось, что он будет угловой. Ну, я, честно говоря, я удивлен, удивлен. Ну, ладно. Я, чуваки, дилетант. Всего лишь дилетантик оказался, я, к сожалению. Да, бывает такое. Ладно, что ж, всем удачи, всем пока. Я буду смотреть чемпионат мира по футболу с 1-4, и, конечно, хуй там бы плавал. Я буду смотреть чемпионат мира с самого первого матча и до последнего, потому что такой турнир пропустить нельзя. Что ж, всем удачи, всем пока. С вами был Илья Антон Шейс. Ставьте лайк под видео, вступайте в группу в описании, подписывайтесь на канал, и всем счастья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok